Ассалам алейкум башен за казах ели. Сегодня я затронул такую очень важную тему и буду говорить ее сейчас по-русски. Так как наши өзміздің казақ бауырларымыз көбі казақша кітапы оқымайды, қазақша әңгіметін дамайды. Сонтан солар үшін көбінесе қазақ тарихын өзің көбінесе қызң көбінесе өзің көбінесе ұзүбінесе қазақ маңыз көбінесе өз ouз үшін көбі көбінесе өзің көбінесе өз қазас тарихын көбінесе тот факт, что известные всему миру из древности так называемые хунны, о которых часто в китайских хрониках, рукописях остались древние записи, хунны, это есть наши казахские аргыны, современные аргыны, то что мы называем, это и есть хунну, сейчас я это неопровержимо докажу, специально я на это внимание сейчас уделю, целый час буду говорить, наверное, сделаю так, чтобы не осталось никаких сомнений, что хунну и наши аргыны, казахские роды, племя, входящие в аргын, который вроде входит в ортажис казахов, это и есть хунну, о котором говорят китайские хроники. Для этого я сейчас вам приведу, на примере сейчас, там есть много других доказательств у меня, но я вот именно наглядно сейчас я прямо приведу пример, значит, два вот таких книжных источника, это две книги сейчас обращу внимание, одна из этих книг это Турсун Джордпай, автор, значит, двухтомник Дулуга, такой есть у него труд, история тюрков Дулуга, первый и второй том. Вот в первом томе, значит, есть у него, значит, такая глава, посвященная нашему предку, ну, он пишет там тюркскому предку, но на самом деле это наш казахский предок Безнатамс, у него там написано Ельжауби, Ельжауби. Вот если вы там откроете, значит, его книгу, так, сейчас я вам даже скажу, на какой странице, сейчас, новая редакция этой книги, сейчас, сейчас, очки один, 300, вот, 316 страницы, 20-й раздел, раздел Ельжауби. Вот эту книгу вы найдете, Дулуга, там, значит, приведено, значит, его исследование, касаемо Ельжауби. Он опирается на китайские, значит, источники. Вот, это одна книга, на которую буду опираться, и вторая книга, это наш предок, Хазбек Бек Тавасарула, в книге Туптухьяннан Узмешин, вот, на вот этот источник буду опираться. Вот эти две книги я сейчас проведу сравнительный анализ, и докажу вам, что это, значит, оба они, и китайцы, и, значит, наш Хазбек Бек Тавасарула, пишут об одном и том же человеке. И там вы, значит, поймете, что Хунны и Аргны, это одно, один и тот же народ. Так, значит, начну я, давайте, начну я с Турсуна Жерпая, Ельжауби. Вот, здесь он начинает свое повествование, значит, с такой ссылки на Баньгу, значит, китайский, ну, историк, там, в общем, летописец, который оставил такие записи на китайском языке, Баньгу. Вот, значит, называется она Ханнама Жан-Чи-Айн-Нен-Умир-Баяны. По-казахски я сейчас произношу, потому что книга эта на казахском языке. Это, короче, повествование про, значит, Хан-Нама, это книга про ханов, ну, про царей. Жан-Чи-Чи-Айн-Нен-Умир-Баяна. Здесь сначала он пишет, так, вот, ну, тут это он приводит, приводит отрывок из, значит, очерка вот этого историка китайского. О том, что он видел у Хуннов, находясь у Хуннов. Так, Турсун-Чи-Айн-Жи-Айн-Жи-Айн-Баян пишет, что он примерно родился 177-й год до нашей эры и умер 104-й год до нашей эры. Это примерное предположение. Теперь, дальше он пишет. Лауазымнан айрылан Чан-Чи-Чи-Айн сонда патшаға бұлай дейді. Менің Хундардан естуімше, Усендердің ханы Кунби деп аталады екен. Кунби дүн әкесі Нанди Би тегінде Шилиян мен Дунхуан аралағындағы ұлы юзейлер мен қанаттас отырған күші мемлекеттін билевшісі екен. Улы юзейлер нанди биде өлтіріп, оным джерін тартып алған, халқы жосып, хун еліне барып паналған. Значит, смысл в том, что он пишет так, что я слышал от хуннов, я слышал от хуннов, значит, что уйсунов, хан, хан уйсунов, называется Кунби, Кунби. Кунби, у этого Кунби хана отец Нанди Би, значит, родился в местности между Шилиян, говорит, как он здесь, и Дунхуан, по китайски это произношение, улы юзейлер мен қанаттас, улы юзейлер деген, это улы жузейлер ден деген қанаттас, то есть рядом с улы жузами, значит, то есть и китайцы в свое время наши казахские эти юзейдеп называли, жузы. Вот, улы жузы, ну, безум, улы жузой. Сол рядом с этим улы жузом находился, говорит, вот этот небольшой, говорит, это мемлекет, говорит, ну, государство, вот, вот, которым правил вот этот Кунби. Ну, это и есть вот этот уйсуны, это улы жуз входит, я вам просто расшифровываю смысл. Вот, они, поэтому там маленькое государство они называются, то есть они по-своему там как государство. Улы жузы, короче, убили вот этого, нанди би, его земли забрали и, короче, разогнали народ, говорит, и вот эти, а, народ его, короче, разбежался и ушел к Хуннам, Хуньельне Бар Паналан, в общем, нашел пристанище у Хуннов. Вот, вот, Хунны мы то, что говорим, про вот этих китайцев, про Хунну говорят, вот он описывает, вот, то, что он знает, как мин, то, что я слышал. Вот, вот, теперь дальше, теперь я более подробно здесь, в этом книге приводится ссылка на его вот эти, на его записи, вот этого Жан Чи Чи Ан, Жан Чи Ан умер Баяна, то есть биография Жан Чи Чи Анна. Вот. Вот здесь, на странице 319 пишется, Патша Жан Чи Аннан Бак Три Аннан Мэн Жайн Срайды. Лау Заннан Айрлан Жан Чи Ан Сонда Патша Аблайдейдить. Вот этот, короче, ихний царь, вот этот китайский Патша, спрашивает у Жан Чи Анна, ну, Жан Чи Анна, это, видать, ихний этот посол, короче, у нас в Казахской степи. Спрашивает Бак Трию, состояние Бак Трия. Бак Трия – это наши Бахтьяры, то есть это Улужзин, тоже тайпасы. Лау Заннан, так, Айрлан Чан Зин Сонда Патша Аблайд. Вот это рассказывает Жан Чи Чи Анн. Я, то, что вот сейчас я вот прочитал, А то, что слышал от Хуннов, хан Усуннов называется Кунби. Кунби на Киснанди. Так, вот это тоже самое, вот этот отрывок он приводит. Значит, то, что его, вот этот отец Нанди Би родился в Шильяне, между Шильяном и Дунхуаном. И, значит, дальше вот этот весь текст. Ну, здесь он, там, написано Хуннам, здесь Минам Гунн пишет. Ну, речь идет о Хуннах. Осы кезде, Жанна Туан Жасбала Кунби ды, акесының туысы бөже дейд. Он қа қалын шөптін арасына апарып, шөпке орап қойып, өзі тамаққа кетіп, қайтып келсе, Жас Нарестені көк бөрі келіп, емізіп, етістейен құст төвесінен айналып, ұшып жүреді дейді. Вот здесь пишется как раз о том, что, вот он слышал от них, то есть это есть как легенда, как говорится. То, что было распространено среди хуннов, среди народа, среди хуннов. Отец Кунби, а, не отец, а... Значит, родственник Кунби, отца Кунби, вот этого, Боже, вот он прямо пишет его имя, Боже, значит, отнес вот этого маленького, значит, Жас Бала Кунби, вот этого ребенка Кунби, то есть Ель Саубия, то есть когда он маленький был, отнес, этот, среди травы и, значит, завернул, говорит, сток сен, ну, у рабкой шыбки, это в траву завернул, это в сток сена он его спрятал. Сам пошел там за едой, говорит, чтобы принести еду. Потом, когда пришел, вернулся, вот этого маленького на листе, ребенка, малыша, волк, пришел волк, говорит, волчица, волчица, и его, короче, смотрит, и она пришла волчица, и его кормит, оказывается. И сверху на нем летает, короче, над ним летает птица, короче. Вот так рассказывает вот этот посол, китайский посол своему этому царю китайскому. И, значит, забрали к себе, значит, к себе ельни, и его, вот этот хун Танркут, то есть царь хуннов Танркут, его вырастил, и, в общем, короче, он там позрослел у него. Вот так пишет. Ол ержеткен сон, а кесынын елін кайтарып берып, оған аскер бастатып соусқа аттандырады. Когда тот вырос, вот этот мальчик Ель-Сауби, вот этот хун Танркут, царь хуннов, значит, снарядил войско ему, вот этому Ель-Сауби, и отправил, значит, чтобы он вернул свое государство, которого лишили его отца, вот этого Ель-Сауби. Нанди Биг, то, что он лишился отца государства, вот, чтобы он вернул, он его снарядил и отправился с войском. Ол соуста көпред ерлик Курсетеде. Он, говорит, показал много героических поступков на войне, говорит, той войне. В то время вот эти жюзлер, говорит, ну, улы жюзлер, эти племена улы жюзды, значит, от хуннов потерпели поражение, и на западе на сақов, на племена сақов тоже нападение сделали. Сақтар патшасы шалай түстікке конус аударады, да, олардың жүзлер елеп ауды. Ну, сақы, значит, сақтар патшасы, в общем, сақы, они оттуда убрались с запада, и, значит, вот эти улы жюзды забрали ихние, в общем, земли, ихний народ. Вот, дальше пишет. Азамат болған күнбей жюзлерден, юзлерден әкесі үшін кек алға, таныр құтынан өтіл алып, батыстағы жюзлерді шауып, талқандайды. В общем, выросший вот этот күнбей, значит, в общем, вернул, как это сказать, кек алды, отомстил, в общем, за своего отца, и, в общем, разбил всех вот их западных жюзов. Так, сонан-сон улы жюзлер батысқа Бактрияға ауып кетеді. После этого, вот эти улы жюзды на запад Бактрию перекочевали. Күнбей олардың көп адамын тұтқындап, әскерін барынша көбетеді. В общем, күнбей забрал ихних народ, и, в общем, себе войска увеличил. Сол кезде, таныр құты дүне салады да хүндарға қайта бағамын са келмейдэ. И после этого таныр құты, ну, покинул этот мир, и он не захотел подчиняться хүннам. Вот это күнби. Вот. Вот это приводит Турсун Джудпай в своей книге Дулуа. Значит, то, что писали китайские послы, летописцы. Вот про этого Ельжау-би, как они называют, которого называли күнби. Так, теперь перейдем к тому, что пишет Хазбек Бек Таосарула из своих записей, из своей Шейжре, в своей книге Турптухьяннан Уэзмюшиин. Здесь он приводит Шейжре, Ата Шейжре, в котором он касается, ведет родословную свою и доходит до вот этого Ельсау-би. То, что там пишет Ельжау-би, а здесь он пишет как Ельсау-би. Теперь, смотрите, я вам прямо сейчас буду приводить это записи и на русском языке, так скажем. Вот он пишет там предыдущее родословное. Такой был предок Асау, и у Асау было пять сыновей. Жюз, Дюз, Еркль, Куркль, Тирин. Вот у вот этого Жюза, у сына Жюза, ой, у этого Жюза, значит, было два сына, Дэу и Бас. Вот Елько Олотопте. Значит, Дэу, Дэу, это, оказывается, его ненастоящее имя, вот пишет Хазбек. Он просто был большой, говорит, здоровый такой человек, батыртургалвана, батырского, богатырского телослужения, поэтому его назвали Дэу. Азан был сокрыт. А на самом деле его имя было Азан, оказывается. Настоящее имя. Дэу, это его люди назвали. Брен, Рахун, Влай, Ешкомат. Ну, его по имени никто не назвал, и его все называли Дэу. Теперь я вам скажу, что по старому древнему казахскому языку, уже забыто сегодня, вот Дэу, вот это большой, слово большой, также называется нэн. Нэн, это тоже большой, по древнему казахскому. Вот улькэн, сейчас это современный казахский язык, вот так используют в основном. И Дэу говорят сейчас, тоже Дэу говорят. Но нэн уже сейчас редко говорят. Вот как раз вот джитсу жактава, там иногда встречается это слово нэн. Это я для чего говорю, вот, что в той книге Жиртбай, Нэнди, отец называют, вот этого Ельсаубия, Нэнди. Вот теперь смотрите, вот здесь Жиздин, Дэу и Бас, два вот сына родились. Вот этот про Дэу, он говорит, что это его настоящее имя Азан. А на самом деле его все называли Дэу. Вот, у этого Дэу два сына было, Ельсау и Жантай. Жантай был старшим, Ельсау младшим. И он пишет, что мусульман жил дэу нан, тогус жжжжил брун, шулен деген жерде ду ньюгэ кельб тадит. Вот смотрите, по мусульманскому летоисчислению 900 лет раньше, чем вот этот Мухаммед родился, он, оказывается, родился, вот этот Ельсау, в местности Шулен. Вот смотрите, Шулен здесь пишет Хазбек Хазбек Таусарла пишет, Шулен, и китайцы тоже Шилиан пишут. Заметили, да? В местности между Шилиан и Дунхуан. Вот Хазбек пишет, Шулен деген жерде. Ну вот по мусульманскому летоисчислению 900 лет до Рождества Мухаммеда, это получается 622, надо отнять 900, и получится дата рождения Ельсау-Би. на калькуляторе посчитать, это получается где-то 279 или 278. А, да, 278 год до нашей эры. Ну, отличается от китайского, вот это приведённого, на 100 лет получается разница. Ну, где-то кто-то ошибся там. Но, в принципе, вот это до то, что там 177-178 в других источниках год до нашей эры дата рождения. Откуда они взяли? Вот это не знаю. Вот. У Хазбек-Бека вот такая дата приведена. Ну, примерно всё равно сто лет плюс-минус, примерно об одном времени идёт речь. Вот. Поэтому сомнений нет, что это идёт речь об одном и том же человеке, жившем в те времена до нашей эры. До Рождества Христова, получается, ещё. Дальше пишет Хазбек-Бек. Он уже, он пишет, он не по китайским источникам Хазбек пишет, он пишет по своим казахским нашим источникам, доставшимся ему от предков, которые ввели вот это Шежре, кто записи, кто умел писать записанными, кто не умел писать. Они устно передавали своим поколением из поколения в поколение. Вот это он нам в письменном сфере в форме написал. И до нас дошло. Так. Разногласия были среди уйсунов внутри. И его Дайвде, говорит, свои же родственники убили, оказывается. Окессо, Вот родственник отца был такой, божий, говорит, человек такой. И вот он их вырастил, оказывается. Ну, он их растил, говорит. Теперь ссылаюсь на китайский. Здесь он конкретно, китайцы тоже про это. То, что родственник, родственник был такой, божий, написали. У кунби, а кес нэн туса. Вот, а кес нэн туса, божий, говорит. Халанчу б ты нарасна, пара, твэпхой б ты. Вот имя здесь божий, и тут тоже божий. Совпадает. Как ни странно, вот, что китайцы не смогли соврать тогда, правильно сказали. Вот, произнесли казахское имя, божий. Так. Дальше пишет Казбек. Здесь надо, говорит, сказать, что среди народа, говорит, есть, в общем, разные всякие сказания, легенды, говорит. Поэтому в этом месте. Одна из них, что ель сау да, говорит, ель сау да, нэн бэра ем из легенды, что ель сау да, короче, скормила волчица, большая, нэн бэр, говорит, большая волчица. Вот, вот, такое, говорит, есть легенда, пишет. И он пишет, что если не точно так, как вот сейчас говорится, что волчица скормила, но очень близко к этому на самом деле было, на самом деле было очень близко к этой легенде, говорит. И вот он сейчас рассказывает, как на самом деле было, как до него дошло от его предков до Казбекби. В общем, сироты остались два вот этих сына, вот этого Нанди Дэва, Жантай и Ель Сау. Жантаю было семь лет, а Ель Сау был биржаром полтора годика. Боже прятал, говорит, этих двух мальчиков, в общем, в разных местах от родственников, от своих родственников, от тех, кто убили его отца. В общем, отнес подальше от, значит, где людей мало, не живут, у подножия горы. В общем, ночью приходят и под утро уходят, оказывается. И вот так он, когда ходил к ним, в общем, несколько раз там ходил вот так, их прикармливал, этих маленьких. И в один день приходит, и вот этот семилетний Жантай, он один, оказывается, остался. Вот семилетний Жантай, остался один, и вот этот Жантай ему рассказал, вот этому Божееву. Вот это Ель Сау, да, Ель Сау, да, Волк, говорит, забрал, говорит, Ель Сау, да. И, оказывается, говорит, все сидит, оказывается, было вот так. Вот этого, этих двух детей, сыновей Дайва, вот эти враги искали везде, ходили, как сказать, розыску объявили там. Там везде шарились, во всех местах, короче, горных, горной местности, и там, и сям, в общем. И в одном из, значит, в одной из гор, ущелья, наткнулись на пещеру, в которой, ну, нару или там, пещеру, да, скорее всего, где нашли двух этих детенышей барса. Это же горные, ну, Алатау там, там водятся барсы у нас. Вот, наткнулись на, значит, пещеру, где были два детеныша барса, вот, барсенка. И, значит, они вот этих барсов нашли и обрадовались, как будто, знаете, вот этих двоих сыновей этого Дайва нашли. И все забыли, и утащили их к себе. Все, дальше я сейчас не по тексту, я буду, вот, то, что я читал, я уже просто вам расскажу. Дальше они забрали вот этих барсят, или тигрят, так скажем, как их, не знаю, по-русски. Детенышей забрали к себе в аул. Потом здесь даже пишется вот этот... Кто конкретно... А, вот, видите, вот... Вот этот Дайва, который среди тех, кто убивал Дайва, убийц, был такой Куэрки, Куэркидин. Куэркид, ой, Куэрка... Такой Жасаул, как сказать... Ну, боец, воин, короче, такой был. И он к себе вот забрал этих детенышей, барса, к себе в юрту. Вот, видите, даже имя пишет. То есть, этот человек, Хазбекби, прямо по именам называет тех людей, которые две с лишним тысячи лет назад жили. И вот этих, значит, детенышей он у себя в юрте, значит, держит. Около трех дней пишет. Держали. Все собаки аульские, чуя запах барсов, детенышей барсов, оказывается, подняли там лай и не прекращали. В общем, возле этой юрты этого Куэрки собирались и оттуда никуда, в общем, не уходили. И постоянно, в общем, лаяли и надоедали, короче, вот этому всем. И вот этому Куэрки тоже надоедали. И это продолжалось два-три дня, оказывается. И на третий день этот Куэрки не выдержал. Надоел ему этот лай, этот собачий гам, шум. И он выбросил этих детенышей из юрты, короче, на землю. Выкинул их. И эти собаки, оказывается, их разорвали, этих детенышей. Тем временем, оказывается, вот так было в тем временем. Вот этих детенышей, когда украли, ихняя мать, барс, как называется по-русски, в общем, самка барса, по-казахски таутан называется. Самка барса. Значит, она пришла, ну, когда к себе в пещеру, видит детеныша, нет. Она по следу, вот этих, тех, кто утащил, пошла и смотрела за этим, как его, за аулом, где ее детеныши были. Вот она все это время рядом находилась, оказывается. И, значит, она, ну, ясно, туда-сюда ходит. И в какой-то момент она нарвалась на вот этих детей, которые были спрятаны в стуги сена. Вот этот Ельсау и Жантай, его брата старший. И этот, видит там маленький ребенок, вот этот Ельсау, полуторагодовалый, молокосос, короче. А у нее, видать, молоко же свое бежит. Этих детенышей у нее отобрали. Вот, и она видела, что их убили эти люди. И, в общем, она вот этого Ельсау маленького оттуда утащила. Вот, утащила к себе в пещеру. И, значит, это, оказывается, она его кормила. Вот я вам наперед просто скажу. Вот этот Бужей, Буже, как Бужей называют, он, когда вот с Жантаем вот так поговорил, он сказал, что вот этот Жантай его волк, волк утащил, Ельсау, братишку его. Он пошел, в общем, это искать, те местности рядом, все шарил, обошел, все вот эти овраги там, все закутки и так далее, все там ямки. Все начал искать, искать. И в какой-то момент он, в общем, находит, долго искал, он находит вот эту пещеру, где вот это... Какая-то была вот эта самка Барса. Но в тот момент он находит эту пещеру тогда, когда ее нет, не оказалось. А, нет, 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 не так, я сейчас подзабыл вот эти тонкости. Он отыкается, сдалека он, с другого склона горы, вдруг замечает, что Барс, значит, с какого-то места куда-то направляется. И он вот это место вычисляет, что раз он туда уходит, приходит, этот Барс, значит, там что-то есть. Вот. И он, ну, для себя, видать, понял, что здесь, наверное, не волк, а Барс, наверное, ходит. Не тупой же человек. И он этот, дождался момента, когда этот Барс ушла оттуда, с этого, со своей пещеры. Ну, на охоту, видать, там надо же кушать, искать. И, значит, когда она уходит, он туда забирается, в эту пещеру. Она где-то там на неприступной, там, какой-то скале. В общем, он до туда добирается. И залазит туда, смотрит. А там вот этот Ельсал, ребёнок, он спит, оказывается. Он живой, лежит. И вот он его потрогал, живот. И нормальный, полный, говорит, животик. То есть, он не голодный. Он спит, напившись молока, он спит. Вот, представляете, вот такая из жизни картина. Он этого ребёнка забирает. То есть, он понял, что она его кормила. Раз он живой. Потому как он где-то, ну, не день, а несколько дней искал этого ребёнка. За это время он не умер, а и сытый такой, спящий нашёлся. Он этого ребёнка забирает Ельсалубии. И, в общем, прячет. Своим не показывает. И потом, через некоторое время, уходит к Аргенам, он пишет. Вот. Вот здесь я вам сейчас дальше приведу. Приведу именно слова вот этого Казбекби. И что дальше Бужей делает с этим Ельсау, с ребёнком Ельсау. Сейчас я вам приведу. А, вот. Сейчас я вам прочитаю. Вот этот Бужей, когда забирал Ельсау, ребёнка с этого пещеры, он сначала думал, может, там оставить, ну, типа, она кормит вот эта самка Барса. Потом подумал, нет. Кой волосызда бейскун емзды инде дэйдэйд нолун анкложиририрмен деп албхайтада. Говорит, итак, пять дней, говорит, она его кормила. Пять дней он её искал. Он этого мальчика искал. Но теперь, если дальше будет, он вообще зверем станет, говорит. Этот ребёнок станет зверёнышем. Кой, лучше я его заберу, говорит. И он забрал его. Вот дальше он говорит этот, Хазбек Бек. Я вот эту легенду, говорит, не скажу, не могу сказать, что это неправда, что это ложь. Потому что вот это ребёнков, детей маленьких, как сказать, забирает Барса, Барс может забрать ребёнков. У нас Валатал, говорит, это, говорит, известно с давних времён, говорит, с древних времён. То есть, такие случаи были. И у нас осталась вот такая поговорка, говорит, у казахов. Алма Апаннан Аланде Таутан Урлар Баланде Вот такая у нас пословица есть. Не бери, говорит, из пещеры детёныша Барса, Алан – это детёныш Барса. Вот этот Таутан – это Барса самка украдёт Баланде. Твоего ребёнка, в общем, украдёт. Вот такая поговорка есть у нас среди казахов. Вот, в Алатау. Там, где Алатау живут наши. То есть, житель суден казахтары. Вот, теперь дальше пишет. Хазбек Бек дальше пишет. Мне сол барыс емізген бала Елсау ер жетіп, арғындар көмегімен еліне қайта еболады. Мне конкретно он пишет. Вот, этот скормленный барсам ребёнок Елсау, говорит, вырыс, и арғындар көмегімен с помощью арғынов вернул свой ел, свой огоспарства. Еліне қайта еболады. Арғын бауырлары арасында жүріп, соғыс өнеріне әбден жетіліп, среди арғынов, родственников арғынов он жыл, вырыс, научился военному искорству. Одан, өз елінен қашқан аталастарынан қол жинап, значит, собрал войска из своих соплеменников, қайта өз елін беректі қолына алады. Из забирает обратно власть в свои руки и свое государство. Жүрз елін. Бул кездерэ еліше алаболгансон. Значит, в это время, значит, внутри государства была в общем, это разобченность бактрия ой, бактиярдың бразбаласы екі үш аулы Иран жерне өтіп кетеді. И, значит, бактияров поколение, то есть, рот бактияров бразбаласы екі үш аулы где-то два-три аулы, говорит, перес, перетываются в Иран, перекачуывают в Иран, говорит. Оған олы жүздің тағы бір сапрасы ереді. И к ним присоединяется еще довольна много с аулы жүздің племен родов. Соларды қайтарып алу үшін елсал көп қолмен сақтарға шабыл жасайды. И вот, чтобы их вернуть, говорит, улы жүздің, значит, елсал, говорит, с войском делает нападение на сақов. Вот пишет конкретно кім қазбек бек. Тауасарылы. Дальше пишет, бірақ атамыздың жауынгерлері женіске жеткенімен олардың бәрін қайтыру жөнге келмейді. Но, хоть, значит, нашы вайска майво предка атамыздың кереді. Предки вайска майво предка достигли победы, но всех вернуть не получилось, говорит. Осы дәуірде олар бақтияр атпен тавариха мәлім. Вот в это время они известны под названием бақтияр, говорит. Вот это то, что он говорит, бақтияр, вот это бақтияр, правильный. Иран Иран жеріндегі бақтияр атанатын дардын бәрі, бұдан 1800 жыл бұрын кеткен біздің аталастарымыз. Значит, все, кто вот сейчас в современном Иране, которые называются бақтрии, ну, бақтрии, бақтияры, вот он говорит, это все наши родственники, которые 1800 лет назад, от его времени, когда живет Хазбекбек Таусару, 1800 лет назад они туда в общем, перекочевали. А он жил 1700-х и умер 1700-х 76-м, да, кажется, вот в это время он жил. То есть, 1800 лет назад, это имеется в виду, что примерно 100 лет до нашей эры. Вот, вот человек пишет, не ссылаясь на китайские источники, пишет, пишет чисто из казахского, из казахской истории, казахской оши жри. вот. Вот, я вам привел два, две книги разных авторов исследования, так скажем, одного нашего современного, так скажем, Турсунджердпай, который ссылается на китайский источник, но он не знает, в то время, когда он писал эту книгу, он не знал, что есть такая книга Хазбек Бектаусарула, она вышла позже, уже, так скажем, когда первая книга Дула, она уже раньше была написана. Вот. И Хазбек Бектаусарула, который нам раскрыл глаза на многие исторические записи предыдущие, предыдущих других, так скажем, источников. Вот, вот этот сравнительный анализ я специально провел, чтобы было видно, почему, ой, чтобы, не то, что почему, чтобы было видно, о ком идет речь. Идет речь об одном и том же человеке Ельцао Би. С разных источников идет речь. Китайский источник и вот наш казахский источник. И идет речь об хуннах. И здесь китайцы пишут не про хуннах, а хазбек из казахских историй он пишет про арганов. Вот о чем речь. Я для этого привел вот этот анализ и доказательства того, что хунны, о которых пишут китайские все источники, это есть наши арганы, казахские арганы, то есть предки наших казахских арганов. На самом деле это не в этой, так скажем, не в этом ролике об этом говорить. Арганы правильно называются ар кун и кун, то есть два предка наших ар и кун, два разных человека, но они братья были, они были сыновья Жана. Жан это сын Арыса. Вот то, что вы будете изучать в казахском, вот это есть шесть сыновей Арыса, это есть вот Алта-Алаш говорят, казахи, Алта-Алаш Алта-Алаша. Вот это и есть шесть сыновей Арыса и потомки вот этого Жана, одного из сыновей Арыса. Это и есть современные арганы, это потомки этих двух великих людей. Вот вот так я вот хотел об этом рассказать. Не могу я быстро-быстро говорить, потому как если быстро сказать, это все равно, что ничего не сказать. Там столько недосказанных, когда возникают моментов слов, если что-то не скажешь, обязательно что-нибудь начнут ковыряться из-под ногтей грязь искать, чтобы вот этого не было лишних разговоров, сомнений и так далее. Вот я специально подробно все рассказал, все разжевал фактически, чтобы не было сомнений, что то, о чем я сейчас говорю, что это какая-то ерунда, придуманная кем-то, ничего не придумано, это настоящий просто сравнительный анализ разных источников, разных трудов и определения, что результатом этого анализа является идентификация названий или понятий, так скажем. одни говорят про хуннов, а мы знаем, мы казахи знаем, что когда говорят про хуннов, это и есть аргыны наши. Точно так же, когда говорят про гуннов, здесь европейский, это тоже самые наши аргыны. Ну, к нему доказательство, что гунны это аргыны, это надо еще потрудиться. Вот здесь с китайцами получилось легче доказать, вот нашли мы, я вот нашел это соответствие, я его специально не поленился, запишу, и чтобы наши казахи это видели, услышали, поняли, и потом в будущем не путались, и не велись на разные вот эти разговоры там. Всех, кому не лень, которые не знают нашей казахской истории, и ссылаются на всяких персидских, там, арабских источников, каких-нибудь там русских историков, якобы, которые знают казахов. Откуда им знать наши казахи? Они в нас путаются, у нас столько родов, столько названий, они всех под одну гребенку для них все татары, или монголы там придумали специально термин. Поэтому вы все, кому попало, не верьте, верьте только нашим собственным казахским, то, что касается казахской истории, верьте только казахскому источнику. И не кому попало, да, не верьте тем, которые не знают вот этих источников, на которые я ссылаюсь. особенно вот этого если кто-то не знает вот этого источника, все под сомнение дальше его слова по поводу того, что он знает историю казахскую и еще что-то, ставьте под сомнение это. Вот это индикатор прямо можно сказать. вот на данном этапе такого значительного фундаментального больше источника, кроме как вот этого нету, который ставит как говорится на место все вот эти сомнения пошатнувшиеся так скажем понимания исторических фактов вот вот с помощью вот этого источника нашего мы можем и сможем я думаю надо еще поработать на это в этом направлении мы сможем восстановить много чего из мировой истории запутавшейся под пылью веков там все все растерялось потерялось перепуталось там название там слова языки поменялись народы изменились понимаете просто даже чисто внешне столько всего всех изменений произошло что люди так изменились что родные друг на друга не похожи вот из-за вот этого значит теряется истина историческая истина вот люди путаются кто какого рода откуда откуда происхождение и так далее вот все это то что касается хуннов и арганов хунны это те же самые казахи вот результат этого исследования анализа еще еще дальше скажу вот этот Ель-Сау-би он и есть предок всех тюркских каганов всех тюркских империй вот то что тюрки произошли от куктюрки вот это легенды вот это от него как раз и идут легенды о том что тюрки это небесные волки вот вот в этой легенде которая сейчас здесь освящена истина рассказывается которая со временем она обросла там разными фантазиями там тех которые последующие поколения значит привносили различные изменения на самом деле был барс то есть кормленный барсом наш предок потомки вот этого Ель-Сау-би они есть вот эти тюркские каганы есть теэм-каган бумын-каган бельгей-каган это все его последующие потомки которые там в шестом седьмом веке жили но их предок жил как раз вот примерно в двусотых годах до нашей эры вот это я просто как наперед еще так скажем говорю нашим чтобы знали то есть с этого можно ну прямо конкретно понимаете так что все тюркские каганаты это конкретно казахские ханства различные формы государственности казахские каганаты то есть там были ханами каганами конкретно наши казахские ханы и то что легенды вскормленные волчицей это как раз про наших казахских ханов конкретно прототип это вот этот Ельсауби ханами